Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть некоторые особенности русской бани. А именно — как пить воду в бане правильно. Часть экспертов говорит стоит пить воду в бане. Часть экспертов говорит не стоит пить воду в бане. Как вам разобраться? В этом помогу вам я — врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете купить через интернет. Одна из них посвящена этому вопросу. Она небольшая. Конечно, со временем я ее пересдам. Но тем не менее такая брошюра у меня также опубликована. Я более 5 лет эксперт и член научно-методического совета банного искусства. И вы получите полезные советы для вашего здоровья от меня лично. И поймете, в каких условиях вам стоит пить воду в бане. А в каких не стоит пить воду в бане. Если основная цель похода в баню — снизить вес. То безусловно не стоит пить воду в бане. Это не имеет никакого смысла. Основные потери веса в бане — это вода. И чем больше вы будете в бане пить воду, тем меньше результат вы получите. Или вы получите тот же результат. Но вы вынуждены будете чрезмерно перегревать свой организм. Удаляя и ту воду, которую вы рассчитывали. И ту воду, которую вы выпили в бане. Одно дело — это мужчина с развитой мышечной массой. 80% которой это вода. И мышца легко отдает воду. Поэтому мужчина в бане потеет легко. И совершенно иное — это женщина. У которой больше жировой ткани. А содержание воды в жировой ткани около 50%. И жировая ткань не очень легко расстается с водой. И, иными словами, женщина для того, чтобы получить тот же результат по снижению веса, что и мужчина в бане. Должна будет жестче перегревать свой организм. И это особенно опасно тем женщинам, у которых есть темные круги под глазами. Холодные кисти. Холодные стопы. И, иными словами, есть веетасуистая дистония. В этом случае очень опасно сбрасывать быстро в бане. И цель выйти в люди в наряде меньшего размера может быть не достигнута. Вы можете оказаться просто в реанимации. Поэтому тут нужно взвесить все за и против. И принять решение. Нужно вам таким образом сбрасывать вес или не нужно. Баня помогает быстро сбросить. Но достаточно экстремальным способом. Если вы не пьете воду в бане. И у вас появилась сухость во рту. Это первый звонок. Если появилась жажда. Это говорит о том, что все. Банные процедуры на сегодня для вас закончились. И вам нужно восстанавливать свой организм. Чтобы не оказаться в руках врача-реаниматолога. А вот как пить воду правильно в бане? Если нет цели у вас сбросить вес. Это не основная ваша цель. А основная цель приобрести здоровье. Вы узнаете. Прямо сейчас. Если основная цель похода в баню. Не просто сбросить вес. Вес в бане сбрасывают все, кто парится. Но и очистить организм от шлаков и токсинов. Или правильнее их называть. Конечные продукты жизнедеятельности. Которые образуются в организме постоянно. И если у вас не работает система очищения организма 24 часа в сутки 7 дней в неделю. То в бане вы можете с помощью воды избавиться от этих конечных продуктов жизнедеятельности. И очистить свой организм. Одновременно молодиться. Оздоровиться. И я вам покажу как очищение организма происходит в бане. И безусловно главенствующую роль в этом имеет вода. Где же образуются вот те самые шлаки и токсины. Либо конечные продукты жизнедеятельности. И как очиститься от них в бане с помощью воды? Все очень просто. Простая принципиальная схема строения организма. Есть в клетках. Где идет обмен веществ. Образуются вот те самые конечные продукты жизнедеятельности. Содержание воды в клетках у детей примерно 30%. Содержание воды в клетках у взрослых раза в полтора больше. 40-46%. Почему так происходит на протяжении жизни? Все очень просто. Если у вас системы очищения от шлаков и токсинов в режиме реального времени нет. Клетка будет зашлаковываться. Она будет набирать те самые шлаки. Хирург этого не видит. Но физиология — нормальная или патологическая — об этом говорит. Шлаки и токсины удерживают вокруг себя воду. И где они находятся? Там проблема и появляется. Клетка работать начинает хуже. В бане вы от этого добра можете легко и просто избавиться. То, что шлаки и токсины здесь лежат — подтверждает обычный бытовой опыт. Если вы накануне нескромно поужинали. Употребили не самые доброкачественные продукты питания и напитки. Вы утром просыпаетесь. А отпечатки постели на коже остаются. Что такое отпечатки постели? Это те самые шлаки и токсины. Которые ваш организм, ваша печень и почки за ночь не смогли удалить. Они находятся под кожей. Держат около себя воду. Появилась отечность. И у вас остались отпечатки постели на коже. Вы пытаетесь одеть колечко. А оно почему-то стало меньшего размера. Но оно же за ночь не могло измениться. Отечность под кожей увеличивает объем пальца. И вы не можете надеть кольцо. То же самое происходит с браслетами, с часами. И этот процесс вы можете наблюдать легко и просто. И по его отсутствию или наличию проводить ревизию своего рациона. В бане вы можете избавиться от ранее накопленных шлаков и токсинов. Которые накоплены вот здесь. Также вы можете одновременно избавиться от тех шлаков и токсинов. Которые находятся в санитой ткани. Здесь содержание воды также отличается у детей и взрослых. Но это содержание воды совершенно иное. Оно отражает совершенно иную скорость обменных процессов. Соединитая ткань дает метаболическое обеспечение клеток. Иными словами. У детей воды здесь больше. Потому как больше полезных питательных веществ стремится к клеткам. Для обеспечения быстрого роста ребенка. Оптимального развития. Но здесь вода также есть. Если мы посмотрим кровь. Вот она более-менее стабильная. Содержание воды 4-5 процентов от массы тела. Именно из крови та вода которая здесь есть. Будет удаляться в бане. Через кожу. Через легкие. Частично через почки. Очень мало через кишечник. То есть органы удаления воды в бане и очищения вашего организма. Представлены в порядке важности и по степени убывания. В кровеносной системе у здорового взрослого человека находится примерно 200 миллилитров свободной воды. Именно это вода. Когда в бане идет нагревание организма. Устремляется с кровью к потовым железам. И пошло потоотделение. И очищение вашего организма запустило. Вернее я бы сказал очищение крови. Ведь в данном случае вода удаляется из кровеносной системы. Угадать точно 200 миллилитров удалилась с потом или нет сложно. Хотя взвеситься можно. Обсушить кожу. Взвеситься. И посмотреть когда же очищение крови у вас в бане закончится. Как только это происходит. Вода. Уменьшение объема в сыворотке крови воды. Приводит к тому, что вода начинает подтягиваться из санитой ткани. Здесь ее значительно больше. И уже очищение санитой ткани в вашем организме пошло. Когда немножко подсыхается ткань. Появляется разница в концентрации с клетками. Клетки также начинают отдавать воду. Вот с теми самыми шлаками и токсинами. Которые ее тут удерживают. И очищение организма идет в полном объеме. Вначале первое потение. Когда обычно просто идет согревание при первом посещении парной. Идет очищение крови. Дальше некоторый отдых. Дальнейшее нагревание. И пошел процесс очищения. Начиная с клеточного уровня всего вашего организма. И баня это дает. Легко и просто сделать. Как же правильно пить воду в бане? Чтобы не нарушить этот процесс. А наоборот обеспечивать его полную безопасность. Это вы узнаете прямо сейчас. Правильный ответ на вопрос. Зачем пить воду в бане? Вы уже получили. Чтобы обеспечить полное очищение организма от шлака и токсинов. Начиная с клеточного уровня. Для того чтобы сделать этот процесс еще и безопасным. Нужно знать правильный ответ на другой вопрос. Когда пить воду в бане? Часть экспертов советуют пить воду перед заходом в парную. Вы легче будете потеть. Очищение организма запустится сразу. Некоторые советуют пить после первого парения. После второго парения. Обычно в бане для того чтобы получить полную процедуру в полном объеме. Трижды заходят в парную. Первое парение разогревает организм. Два последующих. Они обеспечивают хорошее потение и очищение организма. Но на самом деле такой связи не существует. Пить воду в бане правильно нужно индивидуально. В зависимости от индивидуального состояния вашего организма. У каждого свой уровень здоровья. Его определяет один очень важный показатель. Я имею ввиду ваш уровень здоровья. И вашу степень готовности к банным процедурам. Это сухость во рту. Иными словами. Если сухость во рту у вас присутствует при входе в баню. Вы еще не парились. А сухость во рту у вас уже есть. Темные круги под глазами у вас уже присутствуют. Холодные кисти рук. Холодные стопы ног. Они показывают плохую готовность вас к банным процедурам. И вам правильный ответ на этот вопрос. Вам действительно нужно пить воду перед первым заходом в парную. А возможно вам и не стоит рисковать своим здоровьем. И банный день сегодня не для вас. Если сухость во рту появилась после первого или второго парения. Я понимаю степень готовности вашего организма. Самое лучшее. Если сухость во рту у вас появилась после третьего захода в парную. Иными словами вы прекрасно подготовили свой организм к бане. И необходимости пить воду в бане у вас нет. Что происходит с организмом когда вы пьете воду? Да. Вы употребили воду. Она попала в желудок. Попала в кишечник. И всосалась в кровь. И та вода которая должна была идти из санитой ткани от клеток. Она уже не идет. В крови нет дефицита воды. Вы сколько выпили воды. Столько у вас через потовые железы и выделилось. Иными словами. Вы продолжаете очищение уже чистой крови. То есть имитация процесса очищения организма присутствует. А реальный результат вы от этого не получаете. Иными словами. Ваше сердце вынуждено теперь перекачивать воду из кишечника к потовым железам. Сердце изнашивается. Но полное очищение организма от шлаков и токсинов в бане вы уже остановили. Несущественно вы выпили воду в связи с каким-то событием не дождавшись появления сухости во рту. Либо сухость во рту появилась у вас до окончания третьего парения. В любом случае дефицит воды в кровеносной системе теперь устраняется потоком воды из кишечника через кровь и на потовые железы. Вы радуетесь безмерно. А больше всех радуются врачи скорой помощи. Врачи-кардиологи. Ренематологи. Которые теперь потенциального клиента могут получить. Износ сердечной мышцы в бане происходит достаточно быстро. Первое парение увеличивает вязкость крови. А объемом выпитой воды вы увеличиваете еще и объем циркулирующей крови. И скорее только врачи этих специальностей да представители ритуальных услуг могут поставить дизлайк на это видео. Потому как клиентов у них будет несколько меньше. А банный тест позволит вам оценить степень готовности вас к банным процедурам. Иными словами. Если сухость во рту у вас появилась после третьего парения. Либо вовсе не появилась во время банных процедур. Это говорит о том, что вы были прекрасно готовы к тем процедурам, которые вы получили. И прошли их без риска. Если же сухость во рту у вас появляется после второго, либо после первого парения. Это показывает, что вы плохо подготовили свой организм. И есть видео особенности русской бани. Часть первая. Как правильно пить воду в бане. Как правильно подготовиться к бане. Конечно, если вы доедете на автомобиле с летней резиной зимой на СТО. Вам повезет. То автомастер вам объяснит. Как вы рисковали своей жизнью. И как вы можете рисковать, если вы будете совершать подобные действия. И дальше. Ваш автомобиль не готов к тем условиям, в которых он находился. Летняя резина зимой, как и зимняя летом. Повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Плохая готовность к бане приводит к тому же. Единственное, что когда вы не поменяли вовремя резину — виноваты вы. А если вы плохо подготовились к бане, то почему-то виноват банщик. Это очень интересная ситуация. Но! Посмотрите то видео. Как правильно подготовиться к бане. Чтобы в бане кардиологический риск для вас был минимальный. А вот какую воду пить в бане? В каком виде? Это еще один огромный вопрос. Если возникла необходимость пить воду, то какую воду пить в бане? Об этом вы узнаете в одном из следующих видео. Который появится вскоре на моем канале. Чтобы вы его не пропустили, не забудьте подписаться на мой канал. Можете отправить его в избранное. Отпоместить в закладки. Не забудьте отправить своим друзьям, знакомым, родственникам. Если вы конечно не рассчитываете на получение от них наследства. В скором времени. Париться в бане нужно правильно. И очень важный вопрос. Да! Банщик может запасы воды, которую вы создали в своем организме, грамотно удалить в бане. Если эти запасы в принципе существуют. А безопасность этого процесса зависит от комплекса мероприятий. Часть из которых. Как пить воду в бане? Правильно! До новых встреч на моем канале! И крепкого вам здоровья! Разумного к нему отношения! Продолжение следует... Продолжение следует...